Человек всегда должен подготовить себе два выхода. Первый выход – выйти из этого мира. Второй выход – войти в мир грядущий. Это сильно красиво говорит, ну и так далее. Но я про книгу Руд собираюсь рассказывать. С книгой Руд, давайте так, я буду предполагать, что все читали книгу Руд. Я буду исходить из этого. Значит, с книгой Руд есть вот у ученых 19 века, которые были просты, но зато стилы времени, плохими при этом. Была действительно проблема, что книга Руд делает в Танахе. Они придумали там некоторый ответ, делав вот что. Вот смотрите, вот если отвлечься от любимой еврейской привычки читать книгу, вот каждое слово отдельно, изучать каждое слово отдельно, а просто наоборот сделать обратное действие. Ну, естественно, мы предварительно прочли, прочтя каждое слово отдельно, посмотрели комментаторов. После этого смотрим на книгу с высоты птичьего парада. И пытаемся вот чисто для начала формально определить, к какому литературному жанру бы это мы отнесли. Вот, например, в 19 веке и в первой половине 20-го жанр этой книги определялся как пастарали. Пастарали – это такой жанр, который сегодня не очень принят, но рассказ о пастухах и пастушках и о, ну, количестве, да, в таких случаях слово употребляют, и такой вот жизни на природе, такой природной, естественной жизни. Надо сказать, что это странновато, честно говоря, такое понимание книги. Но сегодня вот так глядишь на нее и думаешь, что вообще можно попробовать ее в начале, вот в первом приближении, очень поверхностном, и дальше я покажу, почему он не совсем правильный, определить ее как женский роман. Вот что такое женский роман? Ну, классический, современный женский роман, он начинается, вы учтите, что современный женский роман начинается с книги Джейм Эйр. Для тех, кто читал, я ее знаю весьма так, схематически. Значит, краткое содержание любого женского романа, антураж может быть разный, но, в общем, сказка о Золушке. Бедная, бедная, несчастная девушка, в конце концов, после некоторых перипетий удостаивается принца. Ну, вот так, в общем, чертах практически все женские романы укладываются вот в эту схему. В данном случае, значит, у нас Рут, по всей видимости, из хорошего дома девушка, которая после некоторого периода нищеты, несчастья, она вдова, да, в первой главе она нищая, во второй главе, в третьей главе книги она, там, в ближайший цвет появляется завязка, и появляется прекрасный принц в лице Буаза, и в четвертой главе наступает хэппи-энд, она становится хозяйкой дома. Эта схема, она неправильна по одной простой причине. Вот я не случайно рассказываю эту схему для того, чтобы, вот, я ее буду настаивать на том, что ее надо применять, только очень аккуратно. В этой схеме этот роман не о Рут, а о Наоме. Вот теперь, вот теперь наступает неожиданность. В этой схеме, вот если эту книгу читать как женский роман, то главной героиней становится не Рут, а Наоме. И вот почему. Наоми вначале, женщина из хорошего дома, мы хорошо видим, что эли-мэлах – это княжеский титул, ну, с уговорками, но дворянский титул, которая оказывается в какой-то момент нищей, и уже, будучи немолода, и она произносит это, что у меня уже не может быть детей, тем самым возраст 40+, минимальный возраст, который вы можете дать ей. У меня не может быть детей, чтобы дать вам произносит Наоме. После, в конце книги, вот это важная очень часть книги, когда соседки говорят, родился ребенок у кого? О, родился ребенок у Наоми. Обратите внимание, не у Рут, а у Наоми. Это такая важная вещь, которую не все и не всегда замечают. То есть у нас хэппи-энд, он про Наоми, а не про Рут. А Рут в этой истории и Буаз в этой истории не более чем инструменты, с помощью которых Наоми решает свои продукты. Вот это некоторая важная вещь. Вот я считаю, что вот это, это некоторый ключ для правильного понимания жанра, для правильного понимания книги. Что у нас, вот при том, что центральным персонажем является Рут, главным героиней является Рут, но вот в рамках схемы, в рамках литературы вечерства, в описании книги, главным персонажем, вокруг которого все вращается, является, как-то не странно, Наоми все-таки. Вот эту вещь надо замечать. Вот это очень важная вещь. И сейчас я объясню, почему она. Дело в том, что главная проблема, которой есть в книге Рут, их две. То есть первая проблема выглядит следующим образом. Вот формулировка ее, она для любого вменяемого человека, она правильная. Мы знаем, что такое книги писания. Книги писания – это либо какое-то важное историческое событие, либо чаще важное сочетание, либо какой-то важный урок морали в отношениях с Богом. То есть книга религиозного содержания. Философское религиозное или этическое. Либо это притчи, книга Кахелет, религиозные притчи. Это всегда очень важный религиозный урок, либо исторический урок, но чисто исторических уроков никогда ни у кого из пророков нет. Там всегда есть, под этим лежит некоторая мораль. В книге Рут ничего этого нет. В этом смысле книга Рут, она примыкает к книге Эстер и Кахелет по причине того, что там нет Бога, как персонажа. Вот во всех книгах пророков, во книге Тори, в рассказах книги Бориши, когда вы читаете рассказы о праотцах в книге «Бытия», всегда надо помнить, что кроме тех, кто назван по имени в рассказе, всегда существует еще один персонаж, и это Бог. Вот за ним надо следить в рассказе. Вот он может оказаться за кулисами, но за ним надо обязательно следить. Это обязательный, ну, в литературном смысле, то, что называется, обязательный персонаж у этих историй. Причем регулярно его не замечают, это совершенно напрасно, потому что Медраши регулярно отмечают, каким образом можно засечь его участие в истории. Ну, из самых вот таких характерных примеров, это когда Якову подсовывают сестру вместо сестры, когда Рахель вместо Леи выходишь замуж, и он говорит, как это так? Что вообще Медраш там говорит, в уста Лавана вкладывает, ну, сестра вместо сестры, туда некий тип брата вместо брата, вот это Меда Канагет Меда, который отмечается, но на самом деле персонаж, который стоит за этим Меда Канагет Меда, мера за меру, какой меры ты меришь, такой тебе и отмери, это все вещи, это такой спрятанный персонаж. Так вот, в книге Рут его нет. Вот это надо понимать. Вот если в книге Эстер, Бог ни разу не упомянут, но видно, что он за всеми событиями стоит, и это очень аккуратно приведено, и это не искусственный комментарий, и любой, вот какой бы ни был атеист человек, он по-другому прочесть книгу Эстер не может, потому что этот тот кукловод за всем, за этим стоящий, Всевышний там это прет отовсюду абсолютно. И это видно хорошо, думаю, что это можно доказать литературоведческими даже методами. Вот. То в книге Рут этого нет. В этом смысле книга Рут отличается от книг пророков. К какой книге она может примыкать? Она прямо написана, к какой книге она примыкает, она примыкает к книге судей, к книге Шовтин. В книге Шовтин, книга судей, опять, я не хочу сейчас заниматься анализом книги судей, но там есть довольно четкая структура книги, где описано, что судейская власть судей – это правители. На самом деле судья – это в греческом мире это называется тиран. Вообще такого. Судья – это тиран. Он тогда не вкладывался вот это отрицательство современного смысла в это слово. Да, кстати, в Танахе это слово есть, оно есть в форме сэрэн. Это то самое слово, оно только в форме сэрэна у нас сидит. Это судья. Не наследственная, но власть близкая к абсолютному. Значит, это власть чрезвычайного положения. Вот что такое. Судья в книге судей – это власть чрезвычайного положения. И там, в некоторой части книги, и там регулярно идет рефрен в этой книге, тогда не было царя в Израиле, и каждый делал, что хотел. То есть как бы вот. В книге судей с моралью не очень. Моральные уроки там не очень. Там скорее исторический, там если мораль есть, то она религиозно-политическая. Вот чего книга судей идет. Куда она идет в каком-то направлении. Это мораль религиозно-политическая. Такая общественно-политическая. Книга Руд не уложится в эту книгу, в книгу Шовтин, но она к ней явно примыкает. По этому поводу, если вот Мудри, когда первый мидраж, который дается в книге Руд, он всегда и было в дни судей, начало книги, то это в дни всеобщего безобразия. Это вот мидраж первый, который с вас будет. Такого. Общественно-социального безобразия. Но опять. В этой книге опять нет политического урока. Вот опять чего нет в книге? Нет опять политического урока. То есть в этой книге нет политического урока, нет прямой морали какой-то, нет никакого наставления. И непонятно, она не призывает встать и сделать что-то. Вот это довольно важный момент. По этому поводу, естественно, вопрос, сразу возникает вопрос, что эта книга вообще такое, и что она забыла в Танахе. Почему ее туда поместили? Почему ее канонизировали? Что называется? Хотя это отдельная тема, о чем идет речь. Но я хочу заметить следующее. Вообще, в Медраж Руд Руд Руд, он довольно достойнейший Медраж. Обычно оттуда приводят первую цитату, но она не начинается, это вторая, не важно. Значит, Амар Раби Заира, или Заира, Заира, в этом свитке нет законов о скверне, нет законов о чистоте, не законов о запрещенных, не законов о разобрещенных. Зачем же она написана? Обратите внимание, вот то, что я излагал, вот вам Медраж, то есть это не и по красоте, то, что я говорю, это нормальный совершенно постановка вопроса. Научить тебя, сколь велика награда, тем, кто гумель хэсет, тем, кто милостиво относится один к другому. Это об этом чуть-чуть ближе. Но обычно забывают, что там в конце книги, в конце Медража, есть еще одна высказка книги, Амар Раби Йоси Бен Кисла, удивлены они, этот свиток, удивляясь они и утверждаю, что этот свиток написан ровно для того, чтобы сказать, что царь Давид пришел от руд, родился из потомков руд. О чем речь? Вот смотрите, в XIX веке очень активно обсуждалось и обычно критические всякие статьи были посвящены теме, что книга Руд, она как бы очень хочет привязать, учинить биографию царя Давиду, родослов. И тут я хочу заметить, вообще основание к тому, что говорит Раби Йоси Бен Кисла, есть, и оно очень интересное. В рассказе о воцарении Шауля, первого царя Израиля, и Давида, второго царя Израиля, есть некоторая разница в самом начале, в предисловии. Родословная Шауля дана подробно, и она там как бы появление Шауля. Где там это начало? Сначала это самое появление Шауля. И был муж из колена Бен Йимина Киш, Бен Авигель, Бен Церхон, Бен Хохран, Бен Афех, Бен Бен Йимин, Иш, и так далее. Добрость. То бишь начинается с того, что изложена родословная Шауля. В отличие от этого, рассказ появления Давида идет так, что у Ишая было пять сыновей, такой-то, такой-то и Давид. Все. Без родословных. Не значит, что у Давида не было родословных. У Ишая, мы видим, у Бааза родословные, с родословными все родословные книги были. Хвастаться нечем было родословным. То есть, как бы, то, чего пытается сказать Рабиоси, что, конечно, родословное как бы не очень, но посмотрите, какие два персонажа стоят у ее истоков. Родословная есть, она есть в книге Деврыгаймима, в начале, в книге Хроник, в начале, там она есть родословная, Давида, Ягуды. Она привезена по поколению, по поколению. То есть, там есть родословные. Но теперь то, что Давид связан с Маавом, на самом деле есть простое доказательство. Он, то, что Давид как-то связан с Маавом, есть, и это в самом странном месте прямо в Кунтишморе есть. А именно, когда Давид бежит от Шауля, он вначале пытается найти, наняться наемником в армию царя Гата. Но царь Гата и его приближенные особенно помнят, сколько раз, а Давид генерал вполне успешный, сколько раз он набил морду войскам Гата. И Давиду приходится сбежать оттуда. и он скрывается в начале в крайне южной части колена Ягуды. Скорее, даже это у колена Шимона нет надела, там Шимон скорее. Хотя это не надел его, но туда ближе к Шимону. Но там есть, среди прочего, следующее упоминание, что Давид отсылает свою семью царю Маава и просит ее, пока я тут, мое положение непонятно, ты эту мою семью там побереги. И царь Маава, и вот его семья некоторое время живет в Мае. То есть понятно, что когда генерал израильский отсылает некоторому царю свою семью, то это уже свидетельство о каких-то родственных отношениях. Вот вам, кстати, по поводу то есть то, что Давид имеет родственные отношения с Маавом, тайной не было и книга Шмуэля это упоминает как нечто естественное. В этом смысле книга Рут она вполне естественно раскрывает эту родословную, каким образом царь Давид связан с Маавом и родословная царя Давида как-то. Но опять родословная, понимаете, в чем дело? Родословная для царя хотелось бы в начале родословной иметь какого-нибудь героя настоящего. Ну, почитайте любую древнюю историю о том или ином царе, и вы обнаружите, что он либо сын богов, либо сын героев, что-нибудь такое будет. Значит, а про Давида как бы эта история, которая здесь рассказана, она ну, она не очень про царя, вот в чем фокус. Она не царская. Вот, по-моему, это очень важно детали. Она не царская эта история. По этому поводу тогда вернемся к первой теме Краби-Заири, которая говорит, что в этой истории масса хэстов. И вот теперь тогда вот зачем понадобилось мне вначале говорить, что это история о Наоми, а не о Рубе. потому что если мы действительно читаем эту историю о Наоми, я хочу обратить внимание, вот чем вот зачин истории, второй стиль, а имя человека или Мелох, а имя его жены Наоми, а имя двух их сыновей Махлон и Клифер. Вот появление в начале рассказа имени жены на самом деле, потому что рассказ о ней, и по этому поводу вот рамка, сюжетная рамка рассказа это Наоми. Это исполнение того, что в Салмах сказано, он Всевышний сажает бесплодную матерью сыновей. Родился сын у Наоми в конце книги. Бесплодная мать и сыновей. То есть дети Рут они как бы дети Наоми. Вот что главное в этой истории. Это Наоми в этой истории целиком выигрыш. Давайте чуть-чуть другую тему. Вот теперь у нас есть еще два персонажа. Собственно говоря, здесь два персонажа. Рут Наоми мы сказали. И два дополнительных персонажа к ней. Это Рут и Баас. Я говорю про поименно названных персонажей. Есть еще Офра, которая вне сегодняшнего обсуждения. Она в начале только появляется, но на протяжении всей книги. Вот чем интересна Рут? И вот здесь я у некоторого человека нашел значит некоторый человек это его фамилия Цигляр доктор Цигляр нашел одно очень ценное замечание которое естественно без него я не заметил. Сейчас я открою покажу текст и вы видите на что он обращает с ним дай мне возможность открыть экран до ка слега 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 нет еще сейчас да вот смотрите в третьей главе я обращу посмотреть вот вот на это вот на вот это место вот элай вычеркнуто и вот еще раз это будет вычеркнуто значит значит фраза и сказала Рут ей Наоми все что скажешь мне я сделаю вот обратите внимание я вычеркнуто мною потому что в письменном тексте слова элай нету вот это мне нету этого слова второй раз значит в нормальных современных изданиях ставят только огласовки ставят церы комат а на полях ставят какое слово надо читать как это ну вот в современных изданиях это так дело тот кто читает по свитку неогласованно должен изуздать что сюда надо вставить слово элай в чтении оно должно быть произнесено но но в письменном тексте его нет и второй раз точно такое же явление в семнадцатом стихе Рут рассказывает о встрече с Баазом и говорит и сказал шестикратное вот это количество он дал мне ибо сказал мне не приходи пустой к своей свекрови да женщины жена мужа свекрови да свекрови значит и опять вот это и сказал мне вот этого мне в оригинале нет в письменном тексте нет что значит нет в оригинале в письменном тексте нет в устном есть вот когда это читают слух то это элай следует прочесть таких несколько мест есть писание где есть устная традиция которая дополняет массора то что называется массора которая говорит как правильно прочесть то или иное место и оно и некоторые вещи надо просто знать в письменном виде вы это если вы читаете не текст написанный по правилам то вы этого даже не увидите естественно в современных изнаниях все это снабжено примечанием так по этому поводу доктор Яльцик Яльциклан Циглер извините Яльциклер значит делает следующее замечание при этом ссылка на брата который это зовут Рут как бы она все время допускает себя вот Рут во всей книге это очень важно она как бы действует для наум она сама по себе она забывает про себя вот что такое Хессет обратите внимание Рут произносит я к тебе прилеплюсь куда ты пойдешь туда я пойду то есть она прилепляется к нам когда она идет собирать колоски как положены нищие на что имеет право нищие она это делает для науми она приносит результат науми она приходит и советуется во всем науми она все время забывает для себя более того в конце рассказа конец этого рассказа даже ребенка которого она рождает она рождает для науми то есть что такое Хессет что такое милость друг все для другого это запредельная милость она все делает для другого никто вот обратить внимание в мораль это не выводится в книги вот что это так положено себя вести это не выведено в мораль по одной простой причине обязать человека себя вести просто запрещено это как меня учили в Ешиве что сам ты имеешь право жертвовать собой а вот других заставлять жертвовать собой не имеешь это вот эта ситуация поэтому предписать себе так нельзя себе можно только преклоняться перед людьми которые надо спасать то есть вот руд как бы растворяется в науми и становится ее вот она все делает для нее руд как бы ее не существует как самой по себе то есть она существует но она вот вся одна на другу вот баз баз второй персонаж тот который будущий муж на руд на самом деле он тоже действует из милости то что он не обязан делать он не обязан следить за тем чтобы вы поймите мы имеем дело вполне с патриархальным обществом вполне с пасторальным и все прекрасно понимают что девица которая пришла на поле к этим самым к жнецам ну в общем что там происходит в поле все догадываются что там может произойти в поле все догадываются особенно если девица туда пришла без сопровождения мужчин Гуаз как бы это безобразие немедленно прекращает он пытается помочь Наоми еще не зная кто это такая он кстати между прочим есть несколько замечательных мест где у них становится параллельная речь у Руд и Баас и на самом деле я сейчас не буду входить в анализ но могу продемонстрировать что Руд и Баас они как бы близнецы братья в некотором случае и опять у вас происходит редкостный случай когда сходное соединяется со сходным вот это хэсет милосердное покровительство Руд по отношению к старшей родственнице соединяется с таким же милосердным покровительством со стороны Баас и вот это соединение то тогда вот этот хэсет который они вдвоем укиняют то от него рождается теперь возвращаясь к теме Давида от него рождается будущий царь как бы теоретически в надежде можно считать что царь ну хоть в какой-то степени усвоит будет похож на двух своих предков обратите внимание подчеркивается не героизм героизма здесь нет а подчеркивается именно вот эта готовность сделать для другого собственно идеал властителя он именно такой конечно при этом я могу сейчас перейти к политической подопляке всего того что я говорю но я хочу заметить одну вещь вот в рассказе возвращаясь к книге Шмуэля в рассказе о первых царях там есть две темы как бы все прекрасно понимают что в чрезвычайной ситуации лучше царской власти ничего придумать нельзя царь он военный лидер страны и появление первого царя Шауля второго царя Давида это именно военные цари военного времени где опасность царской власти а оно прямо в торе прописано опасность царской власти состоит в мирном времени царь же он и пророк Шмуэль как-то назначает царя и зачитывает то что называется Мугилат Хамеллах свиток царских прав он именно это перечисляет что в мирное время царь он имеет слишком много прав пусть не умножится вот это то чего говорит Тара когда говорит назначить царя но пусть не умножит ему женщин пусть не умножит ему коней пусть напишет сибири кто обратит внимание что во всем рассказе о царях при царях регулярно есть пророк попытка скомпенсировать это но недостаток царской власти очевиден главный недостаток царской власти это то что он царь и не в чрезвычайной положении это вот в современной терминологии выглядит так тоталитарное правление хорошо когда стоит тотальная задача как только нет тотальной задачи тоталитарное правление становится очень плохим и если мы говорим что в стране перед страной есть какая-то тотальная задача то может быть тоталитаризм и хорошо, потому что ну а как по-другому. Но когда ее нет, он становится очень плохо. Вот это проблема. Это та проблема, которая в весь Танах на самом деле эту проблему указывает. Но при этом он указывает вторую проблему, что без царя еще хуже. И для этого существует книга Сусти. Так вот, если вернуться к тому, что говорит Раби Йосибен Кисма, что книга Руд это о царе Давиде, то о царе Давиде, то тогда как бы царь в мирного времени, вот тогда мы понимаем, что здесь делает постарательник Руд. Царь в мирного времени он должен быть вазом. Вазом и руд в одном лице. Вот такие вот, кто готов для других. Идеал. Ну, я согласен, естественно. Здесь есть еще одна сторона, она важная. И давайте я немножко, вот я хочу немножко проповеди, но я понимаю, что это стиль будет проповедический, но довольно важный. Про Бааза во всей книге. Вот теперь довольно важный момент. Глава и конец главы 3, там, где конец главы 3, там, где Руд в 9 стихе при встрече с Баазом на гумне, говорит, простри полу свое, ну, крыло свое, полуоделька своей, на дробы не твои, ибо ты Гоэль. Он признает слово Гоэль. Вот для понимания книги, для понимания кучи всяких вещей. Слово Гоэль нужно правильно переводить. Для этого ему надо найти правильное слово. Я его не знаю. Это правильное слово. Фокус в том, что слово Гоэль, оно появляется регулярно в разных текстах. Оно появляется в Торе. Оно появляется в молитве. И, например, благословение Гоэль Исраэль. И, по-моему, переводится «Искупитель Израиля» или «Чинзовители Спасителя Израиля». Веда в том, что слово «Искупитель», оно как бы не очень понятно. И переводчики пятикнижей тоже с трудом подбирают какое-то слово. Значит, где появляется Гоэль? Что говорит Рут, когда говорит слово «Гоэль?» Что говорит Рут, и что, и, да, и на это, значит, в девятом стихе Рут говорит «И ты, Гоэль?» Значит, и добавляет «Но, несмотря на то, что я Гоэль, говорит Аблас, но есть Гоэль, коров, мемени, но есть более близкий Гоэль. Теперь, что такое библейский? Вот я хумышу, что такое Гоэль? Хорошо видно там следующее. Когда там появляется Гоэль? Гоэль и Гоэла. Значит, два слова связаны. Гоэль появляется, когда человек обеднел, и ему нужна помощь. Тогда если он продал землю, то первый, кто выкупает землю, является Гоэль. Если человек настолько обеднел, что попал в рабство, то его выкупает Гоэль. По правилам Гоэль это ближайший состоятельный наследник. Что значит ближайший наследник? теперь значит там длинно, я не буду сейчас длинно входить в как устроено правило наследования, но ближайший наследник по восходящей линии. Правильно вот так воспроизносить. Выглядит следующим образом, что если наследство не идет вниз, то тогда оно по еврейским правилам идет вверх. От сына к отцу. Если некому наследовать сыну, тогда оно идет к концу. Поэтому ближайшим гуэлем для любого сына является отец. Если это невозможно, то это поднимается дальше, выше. То этим становится дед, либо дальше по нисходящим линиям, вот по такому дереву. До патронов. Вот на самом деле слово гуэль это патрон. При том, что все люди свободные, но это патрон, который можно обратиться и в случае нужды за помощью он обязан эту помощь оказать. Но понятно, что там есть дополнительные обязательства снизу. патроны есть патроны не в том смысле в каком римском праве патрон он имеет там право распоряжаться этими самыми патронированными здесь нет вольнотурщиками здесь это патрон именно патрон тот же это тот же патрон это ведь тоже отечество вот это вот такой патрон которому в случае нужды можно обратиться вот для того чтобы быть понятен зачем я это рассказываю так старательно и тщательно в молитве Баруха Тагашем Гуэль Исраэль Спаситель Израэля это перевод неправильно это патрон Израэля вот это безумно важно понимать на мой вкус это важнейшая том с которой патрон Израэля это некоторое весьма откровенное заявление ты обязан ты ибо ты Гуэль Кегуэль Ата произносит Рут Кегуэль Ата по правилам Дориге Кегуэль Ата ибо ты Гуэль ты патрон по отношению к Наоми поэтому на тебе долг он он говорит понятно что это взаимно то что произносит в ответ Буаз есть Гуэль патрон ближе меня имеется ввиду что есть более близкий родственник и поэтому и обязанность на нем и тут еще вторая важная вещь и право имущественное вытекающее из прав наследования тоже за ним а в данном случае имущественное право вытекает из права наследования по причине того что если Элемэла ханет да то ему наследует и детей у него нет как было в начале книги то ему наследует его отец если отца нет то его братья ну и так далее там по такому древу идет наследование еврейское право оно всюду более-менее одинаково наследование в данном случае по этому поводу вот когда говорит вот тогда коллизия начала четвертой главы где Буаз беседует с Гуэлем который ближе Гуэль этот не назван по имени то это как бы патрон который отказывается и от своих прав и от своих обязанностей он отказывается от поля кстати чтобы было понятно полем номеров приезжается он у наоми то есть поле другой разговор что в него надо вступить а это дело то еще могу привести там историю тоже с царем Давидом ниже будет история подобная когда вдова не может вступить во владение полем но для этого ей нужен заступник серьезный по закону то она имеет право вопрос всегда кто захочет связываться с человеком который в данный момент им распоряжается и обратить внимание как только дело выходит в публичную плоскость начало четвертая сцена начало четвертой главы сцены у городских врат то как бы с этого момента родственник не может сказать что я им владею никому не дам не по закону ты обязан это вдовье доля то что называется тут я не буду сейчас объяснять что такое вдовье доля с вашего позволения но это вдовье доля вдовь надел он в еврейском праве денежный но гарантирован землей в случае если он не обеспечен деньгами он обеспечивается землей значит но вот атаку вот теперь когда вы в молитвах говорите гуэль исраэль вы всегда должны понимать не спаситель и избавитель куда более семейные дела бог нам патрон у него есть обязанности и связанные с ним права когда мы говорим гуэль исраэль мы подразумеваем но мы в отчаянном положении ты обязан нам вот там подразумевается вот это ты нам обязан по еврейскому праву ты обязан нас выкупить из радства куда мы попали да по своей вине не скрывается и по закону кстати тор это же сам человек попадает в рабство в бедности но по своей вине может оказаться но это не важно обязанности гуэль остаются вот по этому поводу как бы вот вот эта чувствительность мудрецов которая формулирует благословение именно в форме ты наш патрон не искупитель это неудачная формула не спаситель это тоже неудачная форма а именно патрон по этому поводу когда говорится гула да освобождение то это действие которое должен сделать гуэль когда он это делает гула это происходит в юбилейный год небесный патрон объявляет о выкупе всех земель и возвращении владельца делает небесный гуэль он объявляет это вот я считаю что понимание что у нас родственные дела оно важное и без книги руд я думаю мы бы это не увидели здесь слишком ярко все ну вот как-то вот так так вот главное в этой книге еще раз вот это обратно внимание теперь руд оказывается в главном персонаже только это не главный персонаж женского романа руд не является женщиной героини женского романа героиня является наоборот а вот руд является героиней буквально смысле этого слова это как раз героическая женщина вот это при чтении книги руд полезно читать и видеть ну вот как-то вот так да ну вот вопрос народ вопросы меня слышно да слышно не видно ну неважно ведь главное слышно я просто сказать в каком-то смысле это как бы и вопрос высказывания значит ставить на защиту руд в том смысле что книга собственно называется ее именем это очень существенно мне кажется не может быть просто так названа книга именно ее имени вот кроме того именно она если быть о наследстве да а не номер значит ведет к Давиду то что они говорят он номер родилась в большинстве как бы форма внук тоже говорит дедушку отец вот и почему это говорит на дедушку отец я никогда в жизни этого не делал нет дедушка был дедушкой я говорю я говорю про працев я говорю не про таких это разные вещи вот это другая традиция совершенно вот но главное что я хотел сказать что почему именно так и для чего как бы вот главный вопрос книгород по автонах еврейский царь это не тот царь который я попрошу вас я хочу просто зачитать вот когда вы такие вещи говорите я прошу просто оставаться двумя ногами в тексте я сказали женщины про наоми обращаюсь к нам варух хошем благословен господь который не ежбит который не дал покоя твоему гуэлю сегодня и пусть будет его именно речено известно в Израиле и будет тебе он утешением душешным и пропитанием для седины твоих ибо твоя невестка которая Ахаббатех которая любит тебя для тебя лучше семи сыновей и взяла наоми ребенка и положила его вложила его к груди своей и стала ему приемной нянькой и называли ее соседки имя и сказали родился сын у наоми и дали ему имя такое-то такое-то и такое-то еще раз супер важно юлат бен ле наоми воспитание ребенка целиком выращивание наоми рут я сказал рут героиня книги она именно героиня когда я говорил упорно что наоми является главным персонажем рамки рассказа я все время говорил если мы читаем его как женский роман но это не женский роман на самом деле главным персонажем является героизм рут я только начал говорить вы меня сразу перебили я придерживаюсь текста но текст толкуется это не просто текст напрямую я как раз об этом хотел сказать что царем еврейским царем по торе кто должен быть царь да то есть всевышний в общем-то как бы против он считал что каждый должен быть так сказать на уровне и заниматься торой и выполнять все законы потому что царь это он на небе это всевышний наш царь а тот царь который избирает народ и который все он этот царь он исполняет волю всевышнего это самая главная его задача именно поэтому Давид стал царем а не шауль который не имел этих теперь то что в таре обязательно прослеживается именно совершенно явно во всей истории особенно генетический переход качества от одного к другому да то есть это мы везде это видим да и там и слова нам связаны и другим связаны все это очищение это все и так далее и так далее то что Наоми здесь есть опять-таки фигура определенная значит Наоми то что Руд понимает Наоми это как бы метафора того что Давид спасает народ Израиля который был несчастный который сделал не то что нужно так как получилось Наоми все и вот эта Руд она спасает Наоми так же как Давид спасает Израиль знаете есть какая-то связь это определенные качества близости к Всевышнему пониманию которые внутренние не просто что-то хочет или не хочет как бы этот шоу не хотел но он не выполнил он оставил этот цон этого Малека то есть как бы он не хотел он все равно злился и готов был убить Давида у него нет внутренних вот этих вот качеств это должен быть человек от Всевышнего когда Всевышний ставит через пророка царя и здесь Руд она выражает именно то качество и это тоже не первый раз когда именно Гера или Герет она оказывается значит на таком уровне который спасает там и Потах и так далее и там другие случаи были и сам Рады Акива потом позже то есть то что написано как это связано с Танахом что не силой оружия а что с помощью Всевышнего Израиль может только решить свои проблемы вот и здесь это как бы этот знак через Руд он передается как бы дальше то есть я считаю что вот это главная идея включения книги Руд в Танах то есть откуда берется это начало спасения Всевышнего именно вот от этих качеств вот это толкование конечно я в прошлый раз говорил о многовертности мышления когда говорил о Рогачевере не без этого но вот например вот начался сегодняшняя встреча она не записана но шел перед этим разговором о Геюре да вот смотрите если вы хотите то вот Руд это требование к Геру да она выше нормального еврея вот выше и это прямо по тексту сказано если вы понимаете Руд как историю Геюра вы должны понимать что Геюр Гер это героическая личность вот извините за то что в русском получается игра слов но она хороша в данном случае это игра слов Гер героическая личность да ну действительно хорошо получается но именно если вы хотите отталкиваться от книги Руд для рассказа о том что такое правильный Геюр то у вас Геров практически не будет в Израиле вы понимаете что таких личностей в мире немного даже не Аллаха это понятно что это не это совсем другое дело это идеал это не Галаха это идеал Аллаха обычно считается с реальностью а не с идеалом поэтому то что в Таре не выполняется просто как написано в Кумаше нельзя выполнять просто в жизни а надо обязательно через толкование через Аллахот это исполнять это понятно то что там происходит в Танахе это совершенно особый случай там это известно нельзя напрямую их брать за основу окей ну хорошо я в общем сказал просто мнение да спасибо я согласен я хотел если можно если народа пока думает либо вопросов больше нет вот чуть-чуть то что Дима Капелевич говорил мне кажется как ты к этому соотносишься вот так вот представляешь рассказ орут ну скажем я не знаю сколько он был как бы действительно исторический но если ты посмотришь как бы по основным параметрам это некоторая ну я в кавычках говорю да сори супервумен то есть во-первых сама по самому вопросу начиная с того что это Муаф то есть начальная задача она изначально очень сложная то есть про Муаф сказано не войдет потому что это мужчина но это уже проблематично да потом история с Бозом который Боз себя ведет потрясающе как бы идеально мы знаем истории там Иуда и Тамар да они как бы совсем по-другому здесь все идеально и то что кончается да вся книга Руд не просто история вот такой супер женщины которая такой дикий какой идеал окончается тем что как будто Руд была для того что вообще родился Давид вообще вся вот вся эта цепочка начиная с Муава это выглядит как некоторый супер рассказ нет есть только я хочу напомнить одну мелкую деталь вот я не говорил в начале книги Йова кстати книгу Руд книга Йова там сейчас модно сравнивать хотя мне не очень нравится попытка сравнить несравнимая по-моему вот но здесь важна некоторая вещь не забывайте пожалуйста что Маав это Лот да вот и Лот забываю да да это племянник Авраама это это по поводу вот отношения между родственными народами они отвратные регулярно но история тоже Лота это родственник Авраама не было ближе родственника чем Лота ну не считая его потомков естественно вот непосредственно Авраама значит родственники вот другой разговор что отношения отвратные я не думаю что это попытка какая-то оправдать вот 19 веке это была очень модная теория что книга Руд написана для того чтобы оправдать брак с моавитянами я не думаю что она для этого написана это мода 19 века попытка найти какую-то политическую очень мелкую интригу в написании книг Танаха это мелкая интрига получается мне не нравится этот подход и он мне кажется слишком мелочным именно то есть он скорее говорит про того кому это в голову пришло наоборот идет то что ты сказал тяжелое противопоставление моавитянка вот что выдает из что называется в Талмуде не игры рамы ла бора амих это только наоборот хасидов это называется из самых глубин тот кто вырвался он залетает кометой здесь именно про это вот понятно что вот эта деталь про то что рут моавитянка может быть так играет и наверное так работает и офра которая там появляется я хочу заметить про офру вторую невестку Наоми вы ведь ничего плохого сказать не можете она просто отвалила она просто отвалила в сторону вот смотрите вот есть разница вот Эсав да он нехороший человек он всюду нехороший человек он очень нехороший читайте любой медраж да любой просто о это самое вот я сегодня упоминал рабе Симху Буне Мэйс Пшисха и у него есть просто прекрасная иллюстрация к тому что я сейчас говорю по поводу Эсава когда он говорит что Эсав он выставлен как образец всего плохого что только может быть то учтите что даже когда он выполняет заповеди Всевышнего и замечательно исполняет это все равно образец всего плохого например Эсав читайте внимательно текст и вы обнаружите что он очень тщательно и хорошо выполнял заповедь Кибута Вээм почитание отца и матери смотрите какая гадость из этого выросла добавляет к этому раб Симхагуны то есть даже заповеди которые выполняет он это тоже плохо нет он все-таки умница вот так вот Офра не является таким персонажем там есть какие-то рассказы про нее в мидражах но она не является персонажем отрицательным она никакой не персонаж она очень важный персонаж вот Руд на фоне нормальной женщины вот Офра нормальная женщина негероически вот здесь противопоставление идет не между героиней и нег mentioning мальчишем и мальчишем плохишем вот Офра не является мальчиш плохиш нельзя сказать про девушку но понятно это не а это противопоставление герой против нормального человека это вот такое противопоставление и И опять вот сила Танаха – это вот такие противопоставления строить. Окей. Да, очень интересно. Очень интересно. Очень интересно. Ну, хорошо, мы на этом тогда закончим, господа и дамы. Всем веселых праздников. Как там сказал раби Ишмаэль, по-моему, по поводу того, что в этот день мы получили Тору, это святой день, по этому поводу нам надо устроить хорошую трапезу. Окей. Я не знаю лучшего варианта, когда человек соединил святой дар с яичницей в самом буквальном смысле слова. Яичницей и сыром, молочной продуктой. Да, принято есть молочное в этот день. Это праздник «Нувы». Ну, у нас самое большое молочно-производящее предприятие. Да, да, да. «Нува», «Тара» и «Прикнувшие книги». Я уже забыл, как «Теретия фирма» называется. Окей. Да. Значит, ну, всем веселого праздника. Хак Самех. Хак Самех. Спасибо всем, кто участвовал. Очень интересное обсуждение, которое раскрывает нам горизонты для думания дальше. Всем счастливо и пока. Хак Самех. Хак Самех. Спасибо.